Открытием площадки с трассами для болдеринга, а также проведением фестиваля по этой дисциплине скалодром Вершина отметил свой день рождения. Несмотря на ненастную погоду, провести выходной день, что называется, на высоте, пришло большое количество желающих. Пока одни участники праздника спорта занимались восхождением на новую вершину, другие внимали советом наставников. Правую ногу выносишь выше на блинчик, рука прямая, левая, делаешь хороший такой, раскачиваешься и хороший себе толчок. В том, что из малинкого Миши получится отличный скалолаз, его мама не сомневалась никогда. Мальчик с детства не боялся высоты, ловко взбирался на заборы и деревья. Теперь свою активность он проявляет уже на соревнованиях. Этот вид спорта интересен, то, что вот как-то лазит, там на огромные высоты. Не боишься? Нет. Скалодром Вершина за время работы стал одной из наиболее популярных площадок как у молодежи, так и у взрослых. В семье Буймовых все получилось совершенно непредсказуемо. Сначала скалолазанием занялась маленькая Рината, чуть позже детское увлечение разделила и мама Ирина. Я продолжаю увлечение своей дочкой, потому что она с детства лазала, и мы ждали, не дождались, пока откроется скалодром, наконец он появился, и мы первыми заявились туда. Вот девчонка ходит, радует нас иногда победами. Я пошла сюда как на фитнес, и мы летом выезжали на горы, это было очень здорово. И действительно, как показывает практика, скалолазание – один из самых эффективных видов спорта в плане личностного развития. Кроме хорошей формы и отличных навыков владения собственным телом, человек становится более собранным и ответственным. Человек первостепенно получает самустремленность, выносливость и чувство ответственности, дисциплинированность, так как ребенок и человек учатся не только навыкам скалолаза, но и учатся страховать человека, то есть берет ответственность за жизнь и здоровье своего напарника. На высоте брестские скалолазы предлагают побывать всем, кто хочет новых приключений и эмоций. Занятия проводятся как в группах, так и в индивидуальном порядке. Попробовать это увлечение теперь можно в рамках трех дисциплин – скорость, трудность и болдеринг. Не упустите свой шанс разорвать границы обыденности и впустить в жизнь новые яркие краски.